Всем привет! Спасибо вам за то, что смотрите вот это все, за то, что пишите комментарии. Я их с удовольствием читаю и получаю огромное удовольствие от этого чтения. А иногда и невероятное раздражение мною одолевает. Но это тоже полезно, это эмоции. А эмоции это главное. Мне так кажется. Так что продолжайте. Если вам не лень и если вам интересно, пишите комментарии. Спасибо за материальную поддержку канала. Это тоже никогда не бывает лишним. И я благодарен. Вот. И хочу я сегодня показать пластинку замечательного музыканта Майлса Дэвиса. Я уже много пластинок его показывал. In a Silent Wayne называется эта штука. 69-й год прошлого века. Я много показывал пластинок Дэвиса и еще больше не показывал. Поэтому все главное еще впереди. Вот что по этому поводу я могу сказать. Пластинку называют революционной. Я считаю, что это полный бред, полная чушь. Потому что революция это дело плохое. Это дело отвратительное, кровавое, грязное, завязанное на больших деньгах, как правило. К которым либо стремятся те, кто совершает революцию, либо получают эти деньги для того, чтобы эту революцию совершить. В общем, отвратительная вещь. Ничего хорошего. Никакие революции никогда никому не принесли. Кроме гибели огромного количества людей. Но они происходят время от времени. Поэтому как-то надо принять это как данность. Но применять к музыке слово революция я никогда не буду. Потому что музыка это светлая штука. Это божественная вещь. И какая там революция может быть. И никакая это не революция. Это просто пластинка, которая открыла путь в новое пространство для массы музыкантов и не музыкантов тоже. Для массы музыкантов, вышедших в это пространство, появилась возможность играть по-другому. Играть другую музыку. По-другому слышать. По-другому исполнять. По-другому чувствовать. По-другому сочинять. А не для музыкантов появилась возможность получать удовольствие еще одного толка. Были одни удовольствия от классической музыки и рок-н-ролла. А это удовольствие другого толка. Так же как... Я не знаю. То есть это никакая не революция. Это просто открытие нового пути, не отрицая никакие старые, не ломая никакие традиции. Майлз Дэвис ничего никогда не ломал. Он просто играл по-другому. Отставив у себя на столе ноты с музыкой Слая Стоуна и Джимми Хендрикса, писал ноты другие. Вот и все. Вот и никаких революций. Все спокойно. Кстати, я говорил уже, что он очень любил музыку и Слая Стоуна, и Джимми Хендрикса. И отсюда в его музыке и появились, наверное, такие вот фанковые всякие истории. Но об этом в другой раз. Многие называют, помимо того, что революционную, революционную эту гласинку, называют ее первым альбомом Эмбиента. Что тоже какая-то чушь, потому что вот эти названия, они так сразу принижают произведение искусства. Эмбиент. Какой эмбиент? Эмбиент. Эмбиент называют и бессмысленные всякие синтезаторные протяжные звуки, которых, ну, альбомов с записью такой музыки сотни тысяч. Потому что, я не знаю, там в Америке где-нибудь, в Англии приходишь в магазин, еще в те времена, когда не так широко использовался интернет, а все слушали все-таки физические носители. И вот эмбиент музыка, там компакт-дисков, стоят какие-то вагоны просто. И начинаешь их слушать, и понимаешь, что это да, это все. При этом под понятие эмбиент укладывается и Tangerine Dream, и Brian Inna, и там The Future Sound of London. И все, что угодно в эту кучу валится. И сверхталантливые музыканты, и какие-то шарлатаны вот такие, которые опираются на клавиатуру. И вот пошел этот эмбиент. Так что никакой это не эмбиент, ребята, октябрята. Это удивительная и новая музыка даже сейчас. Не то, что в 69-м году, а и сейчас. Я ее слушаю, и она, ну, ба, ну, это совершенно, совершенно какой-то свежак просто. Сверхталантливые музыканты записывали этот альбом. Майлз Дэвис, соответственно, Дайв Хэрби Хэнкок, Чиккалия, Уайн Шортер, Дэйв Холланд, Джо Завиналл, Джон Маклаффлин, Тони Вильямс. Собрать артистов вместе в одной студии, собрать артистов такого уровня, сверхзвезд уже на тот момент времени джазовой сцены. Ну, Маклаффлин, ладно, был еще молод, допустим. Он еще не был сверхзвездой, суперзвездой. Но, если говорить там о Завиналл, тоже был еще молод. Хотя он уже вовсю играл на хороших сценах и был очень известным клавишням. Ну, Чиккалия, Хэрби Хэнкок, Уайн Шортер, Дэйв Холланд, Тони Вильямс. Тут, как бы, клейма негде ставить, что называется. И только благодаря авторитету Майлза Дэвиса эти музыканты собрались вместе. Да, у них у каждого были свои дела уже. Они не то, что без работы шарились, там, шарахались, где бы поиграть, с кем бы записаться и денег получить. Все выпускали уже свои сольные пластинки Хэрби Хэнкок, Чиккария в полный рост. Все это шло. Тони Вильямс тоже. Они все были заняты, в общем. Но Дэвис умудрился сгруппировать этих господ. И не просто сгруппировать так, что вот как многие считают, что ребята пришли, записали в студии альбом, он выстрелил, там, бах. И все это. Все происходит совсем не так быстро, совсем не так легко, совсем не так пришли и записали. Все совсем по-другому. Все медленно, тяжело, с большими трудозатратами и иногда кровопотерями. Но здесь до кровопотери дело не дошло. Но дело происходило не сразу, дело происходило достаточно долго. О чем свидетельствует вот эта пластинка, которая вышла значительно позже, чем In a Silent Way. Сначала вышел компакт-диск расширенный, такие полные сессии, In a Silent Way. А на виниле, я не помню, в каком году вышел этот альбом, сейчас я посмотрю. Ну, у меня это выпуск 2019-го. Но я думаю, что это переиздание, наверное, выходило и раньше. Но, тем не менее, это произведения, которые не вошли в альбом произведений, как мы понимаем, немного, а именно всего три. Но звучат они больше сорока минут. То есть музыки достаточно много. И кое-что здесь записано еще в 68-м году, кое-что в 69-м. Поэтому из этого следует, что запись происходила не так, чтобы ах, как сразу, но достаточно долго. Тео Массера, продюсер, он приложил огромные усилия к созданию этого альбома. И альбом этот, это не просто спонтанная игра. Это тщательно отредактированная, перемикшированная, разрезанная, переклеенная, концептуальная штука. То есть Дэвис добивался создания законченного произведения искусства здесь вместе с продюсером Массера. И добился, и действительно получился просто такой вот полноценный, цельный продукт. Не просто какая-то, ребята пришли, сыграли импровизацию и ушли. Это все отслушивалось, все двигалось, все не на компьютере, кстати говоря. Да, вы понимаете, 69-й год, прошлый век, а все это лента. Что очень хорошо, потому что звучит обалденно. Это вам не вот эти все вот с мышкой возня, шебуршня. И получилось такое цельное произведение Яйцов и Берже замечательное. И, наверное, поэтому три полотна больших не вошли в альбом, а существуют самостоятельно и звучат очень хорошо. И у меня такое ощущение, что они как раз не подвергались редактуре, потому что, может быть, мне это кажется просто. Но ощущение такое, что они достаточно не то чтобы сырые. Вот скажешь сырые, все подумают, а, ну какая-то халява, сырая запись. Нет, они просто сырые в хорошем смысле этого слова. Они, хотя это живая абсолютно музыка тоже, абсолютно живая. Никакого такого тут искусственности никакой нет. Но, может быть, Дэвис что-то здесь посчитал слишком развязным. Можно бихать. Вот здесь развязности здесь хоть отбавляй. На вот этих песнях, пьесах Splashdown, Элли Минор и The Get the Walk. Развязности, будь здоров, сколько импровизации. Ох, тут режет мозг просто. Ну а что касается этой пластинки, In a Silent Way, собственно, сама пьеса In a Silent Way, которая на второй стороне находится. In a Silent Way, it's about that time. Через Дэвис, да. Но это как бы одна пьеса, которую написал Джо Завинл. И Майлз Дэвис, когда ее послушал, как ее сыграл, Джо Завинл сказал, что это все круто. Вот главную мелодию мы оставляем, все остальное выбрасываем. Играем по-другому. Но Джо Завинл смирился. Подтверждал это всю свою жизнь дальше. Что да, действительно, Дэвис все это выбросил, все лишнее оставил. Главное, и получилась удивительная штука. Начало такая интро-гитарная, гитарно-медитативная. Маклафлин играет медленную такую пьесу, классическую просто. И потом вдруг включается ритм, не хочется говорить ритм-секция. Включаются барабаны, бас. И двое, иногда трое клавишных клавишника. Двое, иногда трое клавишников, соответственно, со своими клавишами. Плюс Вайншортер, плюс Дэвис. И начинается ритмическая такая хорошая, интересная история. Очень свободная, очень прозрачная. Несмотря на то, что инструментов много. Но клавиши не мешают друг другу. Кстати говоря, Чикаре до записи этого альбома играл на фортепиано в основном. И Майлз Дэвис заставил его пересесть за электропиано. Не говоря уже о синтезаторах Джо Завинула и Херви Хэнкока. И пошла эта ритмическая штука. И удивительная вещь. Она втаскивает, втаскивает, втаскивает своим вот этим жестким достаточно ритмом. И бас играет сначала просто там две ноты. На этих двух нотах все это раскачивается, раскачивается, раскачивается. И потом клавиши начинают играть нисходящие аккорды. Такие вот четыре аккорда играются с понижением. И так привыкаешь к этим ступенечкам, которые ведут вниз. На этом фоне, конечно же, играется и Маклафлин, играет вовсю, и Дэвис сам. И так привыкаешь, привыкаешь к этому. Потом солирующие инструменты уходят. Остается барабанная история. И вот эта лесенка, лесенка вниз. И вдруг Вайншортер начинает играть на саксофоне что-то совершенно другое. Не связанная с этими аккордами, которые идут вниз по лесенке. Они так-так и идут. Так-так и движутся, движутся, движутся. А Шортер что-то играет совершенно другое. И здесь вам и полифония, и полиритмия одновременно. Потому что полифония идет вот в этих вот, в несоответствии гармонии клавиш с линией Вайншортера. А полиритмия начинается чудом. Происходит чудо из-под вот этой лесенки. Вдруг выплывает басово-клавишный другой уже риф. Который впору было бы играть в группе Крим. То есть абсолютно роковый, какой-то блюзроковый, тяжеленный риф. И он склеивается с тем, что играет Шортер. И мы понимаем, что Шортер начал играть под этот риф. Который только что вот у нас проявляется и проявился. Но он начал играть раньше. И вот он играет под этот риф, которого еще нет. Потом риф этот выплывает. И они склеиваются друг с другом. И пошло дальше. И это такое производит впечатление. Просто как вообще. Вот это да. Вот это круто. Подключается Дэвис. Когда подключается Дэвис и риф, который уже практически как группа Крим. Начал наворачиваться. Прерывается. И бас с клавишем играет резкие такие фразочки. Дэвис играет. И потом бабац по тарелкам Тони Вильямс. И понесся опять этот тяжеленный риф уже с Дэвисом по полной. И мы понимаем, что это... Если вы хотите понять, что такое джаз-рок. Вот джаз-рок, он тут как бы в полный рост и присутствует в песне. В пьесе In the Silent Way. It's about that time. Ну а первая сторона In the Silent Way. Это чудо чудесное. Это космос. Это вязь. Просто кружева, которую плетут Джон Маклафлин на гитаре. Три виртуоза на разного рода клавишах. Дэвис Шортер и Холланд Тони Вильямс. И невероятное переплетение. Бульканье, кваканье, звяканье, дрыньканье. Но в хорошем смысле это все происходит. И удивительная прозрачность. Может быть из-за этого и называют этот альбом первым альбомом Эмбиента. Не знаю. Но это просто удивительная музыка. Никакой вам не Эмбиент. Это Майлз Дэвис In the Silent Way. И я пошел пить.